Давайте об этом поговорим, а студио сегодня у нас в гостях, пожалуйста, приветствуйте! Байгари Сиркибаев, Владимир Миклошевич, Кетти Тапурия. Вы знаете, а вот, вот покажите, подождите секунду, вот покажите общий план с Александром Олейниковым, чтобы, ребята, посмотрите, это же, это же Абба, ребята. Это же Абба. Ребят, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Я не знаю, с чего начать, но давайте начнем, мы поздравляем вас с 25-летием. Невозможно в это поверить. У нас, нам уже 26. Уже скоро 27, а мы все равно празднуем 25. Это мне 27. Борь, ну я так скажу, знаешь, ты нам сказал, чтобы мы об этом говорили. Понимаешь, у нас было много других разговоров там, ну ты говоришь, 25 лет, и это важно для нас. Для нас, для людей, которые на песне «Нелюбимое» выросли. Потому что это повторяло слава собственного отца, эта песня. Расскажите мне для начала, как, может быть, это не все знают, как вам, вот людям, Володя, я так понимаю, кто из вас раньше вообще оказался в группе «Владимир»? Они вместе оказались. Вы с самого начала, вы же, вы бессменный состав. Основатели, нас называют. Отцы. Отцы-основатели. Маркс и Энгельс. Они вместе рожали меня, вот. Кэти, когда ты увидела эти люди? Честно, расскажи, что ты победила. Слушай, ну на самом деле, изначально я подумала, блин, такие, ну, типа взрослые, и у нас такой барьер, как бы, в возрасте, и будет, наверное, скучно. А потом через, там, месяц я поняла, что, господи, мне вообще не скучно, да, скучно вообще не будет, потому что они такие же ку-ку, как и я. Начни друг друга. А вот, а вот какие они ку-ку, мы узнаем, посмотрев рекламу на Первом канале, вернемся, пожалуйста. Далее в программе группа А-Студио. Группа А-Студио сегодня у нас в гостях, и, конечно, события, о которых мы не можем не поговорить с вами. События для всех у вас важны. Не просто Кэти выскочила замуж, не просто так, нет, Кэти вышла замуж, и это важно. Это событие произошло в день рождения Кэти, 9 сентября, на это событие пригласили всех. Да не всех. Кого-то не было. Вас-то мы не видели. Вас-то мы не видели, весело говорит. Кто-то не смог просто. Так объясняет эта Кэти. Я, оказывается, не смог. Кэти, подожди, ну подожди. Я мечтаю, у тебя столько было гостей. Да. Были Алла Борисовна. Были Алла Борисовна. И Максим. Были Игорь Крутой. Иосиф Давыдович. Да. Анжелика Леонид. Валерия Иосиф. Гарик Мартиросян даже. Только тебя не хватало. И меня очень не хватало. Я вот смотрел фотографии и думал, ну вот есть что-то, чего не хватает. Слушай, а что за слух о том, что участники группы студии, где-то это было, подарили Кэти Топуре декретный отпуск? Что это за такой юморок такой? Очень часто говорят в последнее время, что я беременна. И от тебя тоже говорят, что ты говоришь, что я беременна. Я говорю, кому я это сказал? Ну раз Ваня сказал, значит это так. А я что, главный по беременности в этой стране? Так, секунду. Значит, я официально заявляю от лица Первого канала. Мы никогда этого не говорили ни в эфире, ни за кулисами. Даже Сашка часто меня приходит и спрашивает, ну есть кто беременна? Я говорю, никого. Я говорю, ну точно Кэти там нет, поверь мне. Я говорю, там вот в этом списке. Нет, между прочим. А ты помнишь, вот я хочу показать фотографию со свадьбы. Это муж Кэти. Муж уже все. Муж, да, Лев. Лев. Лева, Лев. Вот как приятно, что остальные музыканты погруппнее, пожалуйста, покажите. Отреагировали с радостью на ваше бракосочетание. Все, может быть, так. Трясающе. Я, знаете, что хочу сказать? Ведь не взял когда-то ты, Боря, вот во студии женщину, видишь? И вот она отомстила. Вот посмотри. Я просто, я знаю, что предложение Лева тебе делал на далеком острове. И самое главное, чтобы в этот момент на этом же острове был я. И я тебя встретила. И вот ты знал, что я беременна. Все сошлось. Значит, расскажите мне, я знаю, что сегодня будет какая-то специальная песня. И тоже она связана, опять же... С беременность? Ну, как называется песня? Песня называется «Папа-мама». Папа-мама. Папа-мама. А с чем это? Называлась бы она «Папа-папа». Понятно, никакой беременности. А тут «Папа-мама». Или это что-то связано с подключением видеомагнитофона? Что это? Я не знаю. Вот так решили назвать песню. Это новое что-то? История вообще была, откуда взялась? Сначала музыканты же, ты знаешь, когда пишешь музыку, на каком-то птичьем языке все это поется. И была такая фраза «Папа-мама». Я говорю, о, «Папа-мама», вот это оставим. Как интересно. Я попросил поэта, давайте начнем прямо песню со слов «Папа-мама». Это песня, которую написал Игорь Яковлевич. Это песню написал Игорь Яковлевич? Да, конечно. Это одна из лучших песен, которая прозвучит в нашей телевизорке дальше. Надо стоя объявить. Игорь Яковлевич крутой, написал песню, она называется «Папа-мама». И он так, но слова написал не он. Потому что Игорь Яковлевич композитор. Да. Давайте же эту песню послушаем буквально вот через одну маленькую секундочку. Давайте ее послушаем и проверим, насколько эта песня произошла. Все остальные песни для Игорь Яковлевича.